у нас компании столько специалистов я говорю что для сравнения компания которая была еще пять лет назад для сравнения когда у нас работал фактически один программист один специалист до высокого класса был конечно но тем не менее это был один человек один человек сегодня у нас более ста человек работает более ста человек открывается новые офисы в европе в силиконовой долине нашего главный офис в минеаполисе и компания готовится к очень серьезному прорыву в области рекламы серьезному прорыву и я думаю что в этом году мы с вами будем свидетелями но серьезного скачка в интернете очень серьезного скачка в чем же наша так сказать задача я считаю вот главное да вот сегодня вот многие люди вот задают мне вопрос и говорят вот хорошо вот как нам начать до примерно один и тот же вопрос вот что нам начать как нам делать причем я должен сказать что инвестиций в нашей компании не существует то есть это не инвестиционная компания сразу же многие как бы сколько надо инвестировать сколько нужно то есть слово инвестиции вообще я прошу вас не произносить потому что вы знаете очень нужно серьезно относиться к словам и каждое слово оно означает что то другое здесь в канаде в америке означает совершенно другое и поэтому мы должны с вами правильно так сказать при нем называть вещи своими именами это все но что допустим и открываете там скажем магазин какой-то да по продаже колбасы и вы накупили колбасы это не инвестиция не инвестиция вы купили товар на имеет значение купили вы товара скажем 5 килограмм колбасы и открываете магазин или купили тонну колбасы да имеет значение понятно то есть вы потратили больше денег то же самое здесь люди говорят вот как нам заходить сюда да что нам нужно делать там конечно я говорю что можно с очень маленькими деньгами начинать бизнес и можно начинать с очень большими деньгами то есть все зависит от возможностей конечно же всегда лучше да если вы купите тонну колбасы и цена другая и все получается другое чем же это выгода я сегодня хочу показать этот момент потому что как я понял что многие не понимают просто не понимают и не понимая сами они вводят и тех людей которых они приглашают они их вводят в заблуждение и люди как бы потом лишь только разбираются потом лишь разбирается но прежде чем вот это вот немножко сказать да про это сравнение я все-таки хочу пару слов напомнить что у нас за компания напомнить что у нас за компания и опоздавшие смогли уже рассказать подтянулись у нас компания рекламная то есть главную ставку компания делает на рекламу в интернете почему потому что мы предполагаем мы предполагаем что очень большие изменения произойдут в ближайшие годы вообще по в целом по экономике да я вот слушал сегодня несколько видео интересных то есть просто будут изменения в экономической системе вообще в целом и в частности тоже это значит что всем людям нужно будет реклама всем бизнесом всем компаниям то есть как человек может рассказать если одновременно там тысячи сотни тысяч компаний будут так сказать какие-то делать изменения какие-то реструктуризации да как называют и сегодня говорят что реклама будет доходить будут доходить до 15 триллионов долларов триллионов да если перевести в доллары сегодня реклама уже реально дается на полтора триллиона хотя мы помним времена еще несколько лет назад это было всего 200 миллиардов вот такие скачки в рекламе понимаете многие люди просто отказываются от рекламы в других на других носителях она просто не имеет значения сегодня да люди тратят деньги оно не имеет значения сегодня нужно всем бизнесом создавать веб-сайты переходить на рекламу в интернете кто этого сегодня не понимает тому можно просто посочувствовать поэтому мы сегодня так активно занимаемся потому что сегодня реклама для малого и среднего бизнеса практически ее нет эта реклама она не готова для людей то есть сегодня реклама рассчитана на состоятельных людей до которых меньшинство на людей обычных она сегодня не рассчитана и компании мировые интернет-компании рекламные они сегодня дают рекламу дорогую и ее может дать только состоятельный человек простые малые средние обыкновенные люди не могут сегодня дать доступную рекламу если они дают таким надо снять штаны последние поэтому сегодня компания аксесс-манкетинг направила все свои усилия на эту категорию людей людей которые в основном пользуются мобильными фонами андроидами вот наша категория андроиды и малые и средние бизнесы и просто люди просто люди которым нужно себя продвинуть в интернете по разным вопросам и самое важное что нужно понимать что у нас множество продуктов множество интернет продуктов а если чего-то нет то будет потому что есть люди которые специально об этом думают специально об этом думают но что важно важно что вся наша реклама абсолютно вся она посажена на поисковик аксесс это наш персональный поисковик это как паровоз да чтобы было понятнее и на этот паровоз мы цепляем много много всего продукты бизнесы банки деньги трафик все что угодно все идет на аксессе для чего и что это означает ну что было понятно любому человеку простому вот как я мне вот так это понятно да мне не нужно вникать там знаете когда спросишь у программиста он просто достает своими объяснениями на три часа на самом деле все очень просто если этот паровоз едет то едет все что на этом паровозе строится если вы сели на этот паровоз и там ваш бизнес он идет со скоростью этого нашего паровоза а наш паровоз сегодня очень сильно двигается вперед я уже даже не заглядываю решил не заглядывать пока немножко на алекса точка ком не заглядывать потому что знаю что у нас процесс идет да еще так сказать не закончено вот когда все станет на рельсы тогда я смотрю что смотреть мы идем вперед я думаю что кто смотрит мы движемся и движемся движемся вперед так вот если мы поставим рекламу да через через любой носитель через любые наши системы ну конечно у нас есть специальные системы которые делают постановку рекламу специальные но все это стоит на этом паровозе поскольку паровоз совершенствуется едет все быстрее и быстрее и и о нем все знают все больше и больше людей поэтому все рекламы будут каждого из нас рекламы будут подниматься и я вам скажу сегодня люди звонят и говорят что очень быстро сайты стали подниматься вверх я имею ввиду во всех других поисковых системах почему ну так интернет построен вы поднимаете вверх в одном месте он автоматически поднимается везде просто только у вас она поднимается я говорю ну как у нас интернет это даже общая система единая если поднялось в одном месте если вы вылили воду в одном месте она разольется везде она не может остановиться на какой-то границе она везде разливается поэтому наша наша реклама будет расти люди которые будут пользоваться нашей рекламой благодарить их информация будет подниматься toda доводиться до большего количества людей, естественно, реклама это двигатель всего, двигатель прогресса, эти люди будут больше зарабатывать. Если эти люди будут больше зарабатывать, значит, больше зарабатывать будем и мы. Тут понятно, да, то есть, если мы будем полезны большому количеству людей, значит, польза будет и нам. Так вот, я хочу обратить сейчас внимание еще раз на наш простой комментарий. Просто наш ючат, который будет сейчас запущен и которым будет типа скайп, да, чтобы было всем понятно, это что-то типа скайп на ючате, на ючате можно будет передавать сообщения текстовые, письменные, голосовые и видеосообщения. И, надеюсь, без всяких реклам, да, то есть, дополнительных реклам, каких-то человек, только те рекламы, может быть, которые будут нас продвигать. И то, многие смогут устанавливать рекламы за какие-то отдельные вознаграждения, да, продвигать чужие рекламы, отдельные. Но что главное здесь? Главное то, что это будет бесплатно, да, бесплатно, ну, совершенно бесплатно. Более того, люди, которые будут пользоваться ючатом, будут зарабатывать деньги. Вот она главная формула. То есть, где еще, вот представьте себе, где еще за то, что вы пользуетесь, вам за это платят? Ну, чтобы было совсем просто, это все равно, что вы пошли купили там колбасу, 100 грамм, и вам за это заплатили деньги, за то, что вы купили, неважно какие, да, то есть, я не говорю большие и маленькие, но что можно спорить, кому-то это много, кому-то это мало, но, как говорил один мой знакомый, все идет, эти деньги идут с нарастающим итогом. Что это значит? Это значит, что за каждый клик на этом ючате, если этот клик сделали вы, вы будете получать какие-то маленькие деньги. Да, нельзя с этого быть богатым, но можно от этого принять решение, смотри, они мне платят, я эти деньги могу вывести, это реальная компания. Более того, они говорят, что если ты пользуешься чатом, и благодаря тебе еще там тысячу человек будет пользоваться чатом, мы тебе будем платить за этих людей тоже. Опять маленькие деньги, но опять-таки маленькие деньги складываются с маленькими деньгами, получается немаленькие. Но главное заключается в том, что люди начнут интересоваться. для нас с вами, которые уже знаем, что это за система, мы уже ее хорошо изучили, мы ее уже испробовали, я лично ее испробовал уже более пяти лет, где компания мне ежедневно на протяжении пяти этих лет, за исключением нескольких месяцев проверки, когда в компании были проверки. Но проверки неизбежны. Некоторые говорят, о, проверка, перепугались. Я говорю, проверка – это хорошо, это неплохо, это всегда хорошо. Я всегда говорю, что наши лучшие друзья – это наши враги и болезни. Потому что они нас мобилизуют и они нам дают результат. И проверка показала, что компания Аксесс Маркетинг законная, легальная, официальная, и некоторые спрашивают, а покажи мне документ, что она законная, легальная и прошла проверку. Я говорю, а что тебе показывать документ? А я говорю, покажи документ, что у тебя рука не болит. Когда не болит, какой может быть документ? Хотя документов в интернете миллион. Миллион. Я лично был на суде, и я лично присутствовал, значит, газета «Местная Трибюн», которая во время проверки, знаете, когда начинается проверка, всегда начинают всякие гадости писать, и эта газета в том числе сразу написала гадости, но когда наша компания выиграла суд, я лично присутствовал, редактор газеты, он принес публичные извинения, и в этот же вечер, мы лично с ним разговаривали, я с ним разговаривал. Он говорит, посмотрите сегодняшнюю газету. Я открыл газету, я, кстати, их набрал штук 10-15, эти газеты, я думаю, что лет через 10 эти газеты, это будет великая ценность, наверное, но просто была большая радость тот момент. И действительно в газете было написано полное опровержение, полное извинение, и если кто-то посмотрит там, скажем, это где-то был 2010 год, где-то, по-моему, в июнь 2010 год, если мне не ошибаюсь, 23-е, где-то так, и можно посмотреть все документы. Плюс документы, сегодня я думаю, что на сайте я увидел документов, много, да, всяческих, вот, то есть компания законная, легальная, официальная и прошла все проверки. Ну, как мне один сказал, конечно, если бы она не была проверена, компания не вкладывала миллиард долларов, много денег не вкладывала, сегодня вы видите, что они уверены на такую-то сумму своих средств, что компания тоже хочет заплатить больше, всегда люди хотят поменьше, да, заплатить поменьше, это нормальная ситуация, но давайте теперь сравним два человека, один, который купил, скажем, пакет, скажем, там, на две тысячи долларов, а другой, который купил на десять тысяч долларов, да, ну, я беру эти два пакета, потому что это вот директорские пакеты, я имею в виду, что человек настроился серьезно и хочет иметь самые большие проценты, да, а самые большие проценты, они начинаются с директорской позиции. В чем же разница, да, в чем же разница, казалось бы, можно получить директорскую позицию, экзекьютив позицию за две тысячи долларов, да, купив, или за десять тысяч долларов, в чем же разница? Разница громадная, да, громадная. Во-первых, запускается механизм, потому что в этом бизнесе люди делают не то, что мы им говорим, а то, что мы делаем сами. То есть мы можем говорить, что как выгодно купить на десять тысяч пакет, как это выгодно, а сами пойти купить там за тысячу или за две тысячи. Но самое главное сегодня, да, самое главное, на мой взгляд, что если предположить, что компания будет серьезно развиваться, а компания планирует в ближайшие несколько лет выйти на фондовую биржу. Но до того, как компания выходит на фондовую биржу, она создала клуб учредителей, который зарабатывает учредительские деньги. И если в те годы эти учредительские деньги было заработать, ну, скажем так, легче, да, не легко, а легче, то их с каждым годом зарабатывать становится тяжелее, потому что на эти учредительские деньги, ну, во-первых, человек ничего не теряет. Да, то есть человек ничего не теряет, эти деньги он получает не за, независимо, не за дополнительные затраты, а он их получает по результатам своей деятельности. То есть он их не вынимает со своего кармана дополнительно. Это деньги он просто, он работает, он зарабатывает и по результатам хозяйственной деятельности за год он получает эти учредительские деньги, если он квалифицирован. То есть он их достает не со своего кармана. Это очень важный момент. Но, тем не менее, эти деньги он либо может, когда компания выйдет на фондовую биржу, либо забрать себе наличными, либо на эти деньги приобрести акции. Если допустить, что компания будет расти, то, что сегодня делается, то, что я вижу, я думаю, что это будет очень серьезная компания. Уже мы увидим благодаря Ючату и Локал в этом году мы уже увидим совершенно другую картину. Совершенно другую картину. Мы ее уже увидим, потому что отдел маркетинга настроен очень серьезно. Выйдут сейчас видео, мультипликационные видео, вы увидите, какая будет учебная программа для всех, для понимания. Так вот, чтобы вы не потеряли ниточку. Человек сегодня, имея эти акции, допустить, что компания будет расти. И даже если она выйдет ниже сотого места, а компания хочет войти в десятку сильнейших и не только в десятку, а стать первой в области рекламы. В области рекламы. Потому что еще сегодня нету ни одной компании, которая бы платила за то, что люди делают рекламу. Такого не было, что люди пользуются продуктами. Еще такого не было. Есть наоборот, вы должны платить за то, что пользуетесь продуктами. Так вот, это изюминка. Я думаю, что компания, мы никогда не ошибались. Никогда мы с вами не ошибались, даже когда сделали ставку на аксесс-маркетинг, даже в тот момент, когда все остальные просто бросили весла. Много людей просто бросили в весла. Когда пришла проверка, многие просто перепугались и убежали, и спрятались где-то. Но многие, я им очень благодарен, они поддержали нас всех и работали, и работают до сих пор. И эти люди, эти люди, именно эти люди, потому что они увидели тогда, когда не было никому неочевидно, они остались в очень серьезном выигрыше, в очень серьезном. Но это только начало. Так вот, если допустить, что эти акции вырастут, то те деньги, которые люди не вынимали со своего кармана, они им будут приносить доход много-много-много лет. А теперь давайте отмотаем картинку. Один купил на две тысячи, другой купил на десять тысяч. А вы знаете, что если вы лично взяли на две тысячи и под вами минимум пакет десять тысяч, то вы становитесь квалифицированными сегодня, до 31 июня. В чем же ваша выгода? А если вы купили пакет на десять тысяч и под вами купили на десять тысяч, вы тоже становитесь квалифицированными. Но в чем же разница? Разница в том, итак, значит, два варианта. Один купил на две тысячи и привлек на десять тысяч и стал квалифицированным. Другой купил на десять тысяч и привлек на десять тысяч и тоже стал квалифицированным. В чем же разница? То есть, если взять по процентам, что они получат сети, казалось бы, одинаковые проценты. Да, они получат одинаковые деньги и, как бы, так сказать, по маркетингу, по всем, так сказать, нашим делам, они получат примерно одинаково. Но в конце года, несмотря на то, что оба квалифицированы в клуб учредителей, первый получит из клуба учредителей пропорционально своим двум тысячам долларов, а второй получит пропорционально своим десяти тысяч долларов. В пять раз больше. Это означает, что все те годы последующие, когда эти деньги от клуба учредителей будут приносить доход, потому что они переведутся в акции, когда компания выйдет на биржу. Вы знаете, миллиард акций готовится. То в первом случае он будет получать деньги из клуба учредителей. Сколько будет существовать компания? Пожизненно, значит, пожизненно. Второй человек будет получать то же самое в пять раз больше. Понятно, потому что он лично потратил PSV в пять раз больше. Я думаю, что это будет не в пять раз больше, а гораздо больше. Почему? Потому что PSV будет увеличиваться. Вы знаете, что когда мы покупаем пакеты, мы ежедневно начинаем участвовать в ежедневной прибыли. Ежедневно получать от прибыли деньги ежедневно. И пятьдесят процентов от этих денег, они опять идут на покупку, репокупку. Естественно, тот, кто купил на две тысячи, он будет ежедневно получать меньше денег. И пятьдесят процентов тоже будут меньше деньги. Ему все равно выгодно. В конечном итоге он свои две тысячи. Вы знаете, он получает там, сколько там получается времени. Никто не может сказать точно по времени, потому что никто не знает, какая прибыль будет ежедневная. Но он свои по айпоинтам, вы знаете, там он получает сто, по-моему, десять процентов айпоинтов. Если он пятьдесят процентов назад инвестирует, то фактически пятьдесят пять процентов он возвращает. Так? Второй же, который купил на десять тысяч долларов, он ежедневно получает больше в пять раз. Ну, приблизительно. Естественно, пятьдесят процентов тоже составляет большую сумму. Естественно, его баланс PSV, потому что репокупка считается как PSV, которая в конце года тоже учитывается на приобретение вот этих вот, приобретение в клуб учредителей вот этих денег, акционерных денег. И это важнейший момент, который люди не понимают. Многие хотят это сделать как бы дешевле, да, дешевле, но в результате, в результате он делает это дешевле, значит, вся программа запускается, все делают как он, и результат в конце тоже получается такой же самый. Хотя, в принципе, любой, любой пакет, он, в общем-то, выгодный. Но я показал вот эту разницу, потому что мне именно много людей задают именно вот этот вопрос. Он говорит, а зачем мне, так сказать, у меня есть, говорит, человек купить, но я лучше выйду подешевле. Поэтому я объясняю, человек вправе принимать решение, какое он хочет, да, то есть никто не может диктовать никому никаких условий. Но я разъяснил, как работает сама система, как работает программа, как работает маркетинг план. Потому что сегодня говорить о том, скажем, зайти в бизнес, зайти в бизнес, сегодня, скажем, если у человека есть возможность, там, 2, 5 или 10 тысяч долларов, зайти в бизнес сегодня, ну, нужно вам сказать, что это совершенно небольшие деньги по сравнению с тем, что если вы сегодня открываете любой бизнес, скажем, в Канаде, да, я вот был просто вот недавно в Каньоне, значит, просто магазинчик какой-то открыт, маленький, малюсенький магазинчик по любому производству, это стоит огромных денег, огромных, то есть нужно купить там помещение, надо там поставить какие-то там оборудование, нужно платить ежемесячно аренд, надо набрать каких-то рабочих, надо купить какие-то материалы, надо что-то производить, а потом то, что произведешь, надо это продать. А если никто не купит, значит, все, что сделано, значит, и рент, и рабочие, и все, что, так сказать, было подготовлено, и оборудование, все, ничего не стоит, все надо выкинуть. Потому что люди, когда начинают, понимать, никто не знает, какой будет конечный результат, потому что очень много разных бизнесов сегодня, и сложно вписаться в конъюнктуру, в новую. Поэтому я делаю выводы из всего, что я сейчас наговорил, да? Я делаю вывод такого, что мы сегодня создали предложение для огромного количества людей, предложение в интернете. Причем вложили деньги, вложила компания, вложила огромные деньги. Мы деньги, которые сюда покупаем, все пакеты, продукты, да, которые по-любому будут использованы, они не пропадают, даже если человек сегодня не знает, как им пользоваться, как было со мной. Они не пропадают, они не портятся, их никуда не нужно выкидывать, они только ценнее становятся. То есть те люди, которые заработали и не растратили, да, не растратили по пустякам, потому что многие тратили по пустякам, создавали какие-то веб-сайты ненужные. Когда я говорил, берегите кредиты, берегите руку. Помните, как он говорил в кино? Берегите кредиты. Люди тратили их. Ну, говорит, я себе еще заработаю. Помните, как тоже в кино говорит, я еще себе нарисую. Конечно, можно заработать, но заработать тяжелее. Некоторые рассматривают по 100 веб-сайтов, чтобы заработать 200 кредитов. Многие люди это делают, это серьезная работа, и они это понимают, для чего они это делают. И они накапливают эти кредиты. И сегодня эти кредиты начинают играть существенную роль. Существенную роль, потому что они реально поднимают веб-сайты, реально. И с каждым месяцем, с каждым днем это будет все лучше, и лучше, и лучше. И это не просто слова, да, это не просто слова. Я думаю, что многие уже тоже почуяли это состояние, потому что качество наших продуктов просто существенно поменялось. И скорость, и результативность, и, ну, все на свете, да, все на свете. Хотя многие еще сегодня приходят, у них другая цель. Они другой продукт здесь покупают. Вот я лично купил здесь продукт, другой, который нигде не написан. Ни в одной строчке его нет, если вы перечислите все услуги и сервисы. А он есть. Этот продукт называется «Возможности этого бизнеса». Возможности. Это продукт. И мы его покупаем. И я думаю, что это очень важный момент. И мы должны его учитывать, потому что я думаю, что Ю-чат, как сказал Стив Рейнер, нашим Ю-чатом будут пользоваться миллионы, миллионы людей. А почему не пользоваться? Если можно будет на селфоне, на мобильном телефоне, удобно будет разговаривать и просто звонить. Просто звонить. Я могу позвонить любому человеку, любому человеку и начинать с ним разговаривать. Неограниченное количество времени. Для этого мне не нужны ни телефоны, ни планы, ни программы, ничего. Представляете вообще, о чем идет речь? Просто подумайте, о чем идет речь. И все это подготовлено. И за нас создали предложение. За нас создали другие люди, вложили деньги. Мы же маленькими деньгами, относительно маленькими. Можем стать совладельцами этого всего бизнеса. Первое, купив маленькую часть. И второе, построив, если у нас нету значительных средств, построить трафик в этой компании, приглашав других людей. Пригласив однажды, пригласив однажды, получать много-много-много раз. Некоторые сразу вижу, скажут, а пирамида там неправильно, это несправедливо. Я еще раз говорю, если кто-то получает прибыль и за это с вами делится, это справедливо и законно. Нет здесь нарушения принципа справедливости и законов природы, это нормально. Даже если кому-то не нравится, это нормально. И сегодня у нас есть такая возможность построить трафик по всему миру. Потому что в этом бизнесе может работать любой человек на планете, в любой точке земного шара. Что только одно. Интернет. Интернет. Даже если у него нет интернета, даже если у него нет компьютера, он может прийти в какой-то глухой деревне. У него есть там какая-то библиотеки сегодня есть везде в мире. Везде. Он может один час в день приходить в библиотеку и заниматься, и начинать что-то делать. А рядышком всегда найдется много людей, которые захотят делать то же самое. Потому что если это выгодно одному человеку, значит это выгодно толпе. Раз одному выгодно, значит выгодно толпе. А раз выгодно толпе, значит и вы пришли раньше, чем толпа, значит вы при этом можете изменить свою жизнь. Я думаю можно было бы на этом поставить точка. Достаточно. Достаточно информации, достаточно информации, я сказал, для того, чтобы люди принимали решение, для того, чтобы активно начинать работать. Но ведь человеку сложно объяснить. Люди просто слова не понимают. Многие не понимают. И иногда нужно повторить много-много раз для того, чтобы человеку дошло. Я вам скажу, это так оно и есть. У меня есть люди, как я говорил, лет пять назад. Пять лет назад я им говорил, дойдем, будет хорошо. Но вы же представляете, сколько времени прошло, пока это все подготовилось. Хотя достаточно было просто поверить, и человек бы изменил свою жизнь. Просто поверю. Но мы же все неверующие Фомы. Все нас так научили. Ты должен быть Фомой неверующий. Сначала ты должен проверить на себе, как тот говорил. Пока он меня не переедет, я не поверю. Красный свет, зеленый свет, не поверю. Пока вот у меня трамвай этот не пройдет. Но не нужно ждать, пока трамвай этот пройдет. Все-таки нужно видеть, что происходит. А происходит очень серьезная вещь. Мы имеем сегодня, так, чтобы подвести итог. Мы имеем сегодня классные продукты. Классные продукты. Это много всего. В принципе, реклама. Реклама в четырех экземплярах. И текстовая, и сайта, и баннерная, и мобильная. Мы имеем множество продуктов. Множество. Их множество сегодня. И они сейчас у нас будут по одному выходить. По одному выходить. В новом виде уже. И мы их будем сейчас видеть. В новом виде. Следующий момент. Мы имеем серьезный маркетинг-план. Серьезнейший маркетинг-план. Который может сражаться с любыми маркетингами и планами, которые есть на планете. С любыми. Я вам скажу так. Если вы возьмете любого специалиста по маркетингу, любого, самого классного специалиста. Если вы его возьмете сегодня и скажете ему, посмотри маркетинг-план и скажи свои замечания по маркетинг-плану. Я вам скажу, что он должен сказать, если он специалист хороший, он должен сказать, что это очень хороший маркетинг-план. Я вам скажу, что, вот так вот не скромно выражусь, я очень хорошо разбираюсь в маркетинг-планах других. Очень хорошо, потому что я изучил много маркетинг-планов, очень много маркетингов. И более того, я должен, я вам скажу, что я работал в области организации оплаты труда, работал более того. Я когда-то даже был на очень высокой должности, руководил огромным отделом по организации оплате труда, и у меня даже была нормативная станция своя по выпуску норм. И должен вам сказать, что маркетинг-план у нас очень хороший. В том плане, что он очень сильно стимулирует людей работать. Потому что люди, которые начинают работать, они получают очень хорошие результаты. Ну что такое хороший результат? Деньги. Деньги ежедневные. Ежедневные. Модель наша очень привлекательная для огромного количества людей. Она подготовлена, она готова, да? Она привлекательна тем, что можно заработать на розничных продажах, на онлайн продажах, на прибыли ежедневной и прибыли в конце года. Причем розничная продажа есть как командная, так и персональная. То есть можно зарабатывать, есть план и персональный, то есть если я лично продал, если моя команда продала, выплачиваются огромные деньги, огромные. Ну я вам скажу, что для этого, конечно, нужно было пять лет поработать, чтобы это понять, что реклама это самый лучший продукт. Потому что он не тяжелый по весу, да? То есть если вы перевозите колбасу, она тяжелая или хлеб. Реклама она не тяжелая, она вообще ничего не весит. Если вы колбасу должны перевозить через всякие границы и прочее, то реклама она через границу просто раз и прошла в любую границу. Реклама это то, что однажды созданное, не имеет ограничения. Реклама в газете имеет ограничения. Представьте себе, что вы собственник какой-то газеты, у вас количество объявлений на газете ограничено. Представьте, у вас там 10 страниц или там 20, пришло 20 человек, которые заказали по странице. Мы хотим страницу. И все, для других уже нет места. В интернете места, но нет ограничений. Сколько хотите? Хотите 10, хотите 100, хотите миллион, хотите миллиард, пожалуйста, готово все. Это нужно понять и оценить, что это лучшее, что есть. Команда продает. То есть, почему хорошо, когда команда? Потому что, я человеку любому говорю, как бы ты не хотел работать, как бы ты не работал, как бы ты не старался, но в сутках 24 часа. Нету больше времени в сутках. Но если ты пригласил тысячу человек, которые под тобой будут работать по одному часу, это все равно, что ты проработал тысячу часов. Я говорю, пойми ты это. Можешь ты работать тысячу часов в день? Не можешь. Поэтому нам дается такая возможность. Я думаю, что впоследствии, да сегодня уже многие переходят на такую схему. Многие банки, магазины и много-много разных фирм. Не обязательно они должны иметь статус МЛМ компаний. Сегодня платят за рекомендации очень много разных направлений. Но есть классическое направление, где оно изучено на протяжении столетия, сто лет. Компания МВ первая когда-то, да, она это дело изучила, опробовала, запустила и подхватили все остальные. И она победила. Победила, потому что, вы знаете, когда вдруг кто-то начинает много зарабатывать, очень много всегда противников будет. Всегда. Но она выиграла, победила, был прецедент и начали побеждать остальные. И что очень главное, да, очень важное, то, что мы можем продвигаться по служебной лестнице и за то же самое, за те же самые действия получать гораздо больше. Почему мы должны это делать быстро и стремительно? Потому что делая то же самое, да, то же самое фактически, ну взять меня, допустим, да. Я делаю то же самое, что делал раньше. То же самое абсолютно, что делал пять лет назад. Только зарабатываю в сто, в тысячу раз больше. Следующий момент. В этом бизнесе выгодно обменяться информацией, обучить других людей. Я не могу дать вам больше, чем я сам знаю, но все, что я знаю, я отдаю. Попробуйте сегодня в любом бизнесе, чтобы два бизнесмена делились информацией. Да никогда. Наоборот, они будут говорить какую-то другую информацию, да. Вот реклама идет хорошая про палочки твикс этих, да, красивая реклама. Как они там. Нет, он мне не нравится. И все. Здесь же люди не будут пилить свои собственные ноги. Это во всех отношениях оно хорошо. Потому что эти ноги кормят человека, да. Не все же могут выступать как, там, Галкин, да, например. Да, вот я ездил на концерт Галкина несколько дней назад. Ну, конечно, великолепно. Да. Не все могут. Билет стоит сто долларов. Не каждый, так сказать, может, чтобы прийти люди заплатили по сто долларов за билет за концерт. Потому что это дорогое удовольствие. Но представьте себе, сколько может собрать человек. Но Галкин один, да. А всем нам нужно зарабатывать и жить. Все хотят жить лучше. Все хотят иметь хорошие машины, квартиры, дачи и прочее, прочее. И это нормально. Когда человек хочет для чего-то хорошего для себя. Так вот, аксесс-маркетинг – это одна из возможностей сегодня. Реальная, да, никакой, так сказать, никакого блефа здесь нет. Реально. Человек заходит, причем он не тратит сотни тысячи, чтобы проверить и убедиться. Как у меня один знакомый несколько лет назад потратил четыреста тысяч долларов и убедился, что бизнес не идет. И через три месяца убедился. Весь бизнес накрылся. И четыреста тысяч накрылись. И поднимая здесь, человек зарабатывает больше и больше и больше. И это нормально. И вы знаете, что у нас есть реальные люди, реальные миллионеры, которые реально заработали здесь. Реально. Да, то есть реальные люди. Вот то, что вы видите на картинке – это реально, это не фантастика. Причем, чтобы зарабатывать миллион, это примерно три тысячи в месяц надо. Но это работа, это не халява. Но это тоже работа, не мешки грузить, да. То есть, если нормально спланировать, подготовиться все и сегодня начать активную работу, сегодня, то я думаю, что к Лас-Вегасу, а у нас каждый ноябрь Лас-Вегас, да, подведение итогов, к Лас-Вегасу сегодня можно сделать Black Diamond третьей степени. Вы знаете, что компания еще дарит разные подарки, да. Поэтому каждый в нашей компании, не все должны быть миллионерами, это нормально. Кому-то и 10 долларов нормально, кому-то есть. На сегодняшний день и примерно в два раза, три раза наметить себе планы по увеличению своего дохода. Каждый год увеличивать в два-три раза – это нормально. Если увеличивать сразу во много раз, в сто раз, там, в двести – это аномалия, да. Это аномалия и это требует особых каких-то, так сказать, действий, особых усилий. И это понимаем все. Но в два-три раза увеличивать свои доходы. Более того, если человек не планирует увеличение своих доходов и не думает о том, не заставляет свой мозг подумать, как же мне улучшить свою жизнь, то сто процентов у него ничего не получится. Сто процентов у него ничего не получится. То есть без планирования, без ориентировки на то, чего человек хочет, то есть, другими словами, без цели в жизни, к сожалению, к сожалению, ничего не будет. Человек должен мечтать, у него должна быть конкретная цель, что он хочет, причем конкретно в разных направлениях, в разных областях жизни, как мы с вами говорили раньше, в области денег, в области развития, в области личной жизни, в области здоровья, в области социальной жизни. Если по всем этим направлениям он не подумает, а не просто не подумает, а не запишет себе, чего он хочет и как бы он хотел бы, чтобы было, само это придет в очень уродливом виде. Мы с вами делали несколько тренинг, я думаю, что сделаем еще один такой тренинг. Я сделаю, хотя у меня сегодня есть подготовленный тренинг по целям 6 дней и каждый день по 4 часа. Я попробую сделать такое сокращенное что-то, да, сокращенное что-то, потому что люди не ставят цели. Вы не можете получить то, не зная, чего мы хотим от жизни получить. Человек не может построить дом, если он не знает, какой дом он хочет. Надо сначала его начертить. А жизнь – это тот же дом. И в частности Аксесс – это то же самое. Я знаю, что Стив Реннер, он строит этот дом с 1998 года. Сначала была мечта, потом планы, потом корректировка банов. То есть это нормально, потому что планы должны быть написаны на песке, а не вырублены топором. Они должны меняться, да. Жизнь меняется, что-то меняется. Нужно постоянно вносить корректировку. Но первый план, он должен всегда быть. Чего человек хочет. Потому что, как правило, многие живут – хочу то, не знаю чего. Ну хорошо, получи то, не знаешь чего. Вот таким вот образом. Поэтому компания Аксесс Маркетинг, сегодня она набирает оборот. Набирает наоборот. Кто сомневается, может подождать. Тоже нормально. Не все страшно, мы всегда это говорили, да. И всегда шли вперед. Но все равно идем вперед. По-любому. Поэтому каждый должен принять для себя какое-то решение. Что-то непонятно. Задавать вопросы, не стесняться. То, что неверующие Фомы – это хорошо. Разберитесь. Разберитесь. Не надо верить на веру. Разберитесь. Но что-то нужно делать. Нужно движение. И я думаю, что я хочу вас всех ориентировать, что у нас, к сожалению, для стареньких людей, для всех стареньких, кто вошел до 2014 года в компанию Аксесс Маркетинг, возможностей быть квалифицированным на 2014 год уже нет. Они были исчерпаны 31 марта 2014 года. То есть, кто квалифицировался, тот квалифицировался. Кто не квалифицировался, тоже ничего страшного. Будет 2015 год. А для тех, кто вошел после 2014 года, еще есть три вида квалификации. Я напоминаю, три вида квалификации. Ну, для справки, что у нас было выплачено в 2013 году более 5 миллионов долларов, 5 с чем-то. В 2014 году уже сегодня мы перевыполнили планы в четыре раза. То есть, то, что выполнено за год в прошлом году, сделано в этом году за первый квартал. И с 1 апреля по 30 июня вторая фаза для новеньких – это чтобы быть квалифицированным на 2014 год. То есть, в конце года получить еще деньги с клуба учредителей, нужно лично приобрести 2000 пакет и выше или набрать покупок на 2000 и выше и иметь под собой личных новых прямых продаж 10 тысяч долларов до 30 июня 2014 года. Из которых минимум 50 процентов, то есть 5000, должны быть ваши личные командные продажи лично. Ну и, конечно, надо быть активным, то есть просматривать рекламу там 24 раза минимум в день и минимум 24 дня в месяц, 25 дней в месяц нужно это делать. Ну, стараться надо не пропускать. Если там один-два раза в месяц человек пропускает, ничего страшного. Ну, минимум 25 он должен это делать. Следующая фаза будет 10 тысяч долларов. Следующая фаза будет с 1 июля по 31 сентября по 31 сентября. И четвертая фаза это с 1 октября по 31 декабря это будет 20 тысяч долларов. Четвертая фаза. То есть 2 плюс 20. Давайте повторю. Значит, вторая фаза это второй квартал, это 2 плюс 10. Третья фаза это третий квартал, это 2 плюс 15. И четвертая фаза это четвертый квартал, 2 плюс 20. Делайте выводы. Лучше меньше, да? Лучше меньше. Лучше сделать во втором квартале, сделать квалификацию. Кто собирается делать квалификацию на 2014 год. Вот такая информация у меня была на сегодня. Фактически я сегодня отвечал на один вопрос, который мне задали на прошлой неделе. И я не стал его людям отвечать по телефону, потому что это долго было отвечать. Вопрос был в том, как мне начать. С маленькой суммой заходить или побольше сумму, да? Вот человек думает. Хочется с одной стороны, знаете, как маятник, сомнение идет. 2 тысячи ведь меньше, а вдруг я потеряю то-то и хочется взять больше. И вот так он, маятник этот прыгает туда-сюда, и вот он думает и мучается, сколько ему взять. Поэтому я дал расширенный ответ на этот вопрос, свое понимание и видение этого вопроса. И я надеюсь, что я ответил на него в полном объеме. На этом я сегодняшнее свое занятие заканчиваю. Я надеюсь, что нас в ближайшее время, в ближайшие недели ждет очень, очень, очень потрясающая информация. Поэтому следите за новостями. И я буду следить. Я звоню в офис, и мне обещали прислать последний мой звонок. Мне обещали прислать информацию по видео, обзорное видео нашего нового офиса в Миннеаполисе. И я надеюсь, что скоро мы с вами это все увидим. Итак, спасибо вам за сегодняшнюю встречу, за то, что вы сегодня пришли. Я вам очень благодарен. Берегите себя, берегите свое здоровье, берегите своих близких. И до следующей встречи через неделю. До свидания.